В честь вот такой собрания, я не ожидала, конечно. И я не сам очекивала, что дальше мы в этот час будем присутствовать в данном дружестве. И я очень благодарна за такую возможность заниматься творчеством в течение этой недели с такими прекрасными музыкантами. Это действительно уникальная возможность для нас всех почувствовать единство, преодоление всех барьеров. Мы были не знакомы, а теперь мы очень близкие люди с ними. Мы были поздно, а сейчас осетили свою единство в этом роде, в этом я только сречен. Поэтому я могу сказать певчим всем, мои дорогие, спасибо вам. Я не знаю, о чем вы хотите услышать, о чем мне сказать или рассказать. Я знаю, что вы хотите, да чуете, что я требую, да кажу. Как я поняла, здесь сейчас собрались не только музыканты. Поэтому, наверное, не очень уместно говорить о специфических певческих клиросных проблемах. Но все-таки в целом, как вот профессор Владимир уже сказал, что музыка – это очень важная часть и монастырской жизни в нашем монастыре, и вообще проповеди православия. А как хоть профессор Лерико, эта музыка – это одна из самых важных вещей в жизни нашего монастыря и в общих сущениях. Это не какого верства проповедей. И я не хочу читать проповедей здесь и какие-то лекции, но просто можно рассказать о том, наверное, нужно. И я бы хотела рассказать о том, как происходит эта певческая жизнь у нас. Вероятно, я не чу, да причам некого предавания, даже некого предавания, а сама чу, да испричам, как ова ваша жива от поется, что с дешевле в осуманстве, и как это, как у меня живут с мозгом. Я сама, так сказать, верующая нового поколения. Я воцерковилась только в 35 лет. Это были 90-е годы. Сейчас была перестройка, наверное, вам это знакомо. Очень среди 90-х годов. Я не знаю, что это было. Когда все рушилось, что было накоплено за советское время. Но в то же время возрождалось очень быстрыми темпами православия. Своя вера срушена, что я была в Советском Союзе, но я бы предупреждала, что новость и православие нашла. До стороны с Украиной. И Господь приводил к Себе нас, новых православных, очень разными путями, но очень часто через какие-то жизненные катастрофы. Господь участи нас в того, как от Себя, створил православие различными путями, а то и было, в основном, несколько искушений. Да. И так же случилось и у меня. Просто Господь стучится в сердце человека, а человек не понимает. Я, в принципе, всю жизнь искала. Простите, что я говорю про себя, но просто поскольку я здесь стою, наверное, я должна говорить про себя. Господь, это человек. Я могу сказать, что... Извиняемся, что я спрашиваю сам за собой, но ибо как я сама это и так вот. Твой пример. Ну, может быть, это тоже показательно. Это судьба, это путь человека. Как я уже сейчас, будучи монахини, смотрю назад и говорю про ту женщину, Ирину. Говорю она. Да. Да. А то я вероятно судьба несет. Когда глядем назад, я спрашиваю о жене Ирине Демисова, как она. Не спрашиваю как она. И она искала всю жизнь. Смысл жизни. Но не знала, что он в Боге. А когда... А... Бог был близко. Я его не знала. Он меня знал. Но Господь достучался и я пришла в церковь. Для меня открылся совершенно другой мир. Не только духовные, но и музыкальные, поскольку я профессиональный музыкант. А я не сам удовольствована и музыкантами, и я сам музыкант. Современная музыка, которую я изучала по профессии, по специальности музыковед. Современная музыка была далеко от идеала. Там много диссонансов и много демонического. И много того, что не нравилось моей души. Я сам поструци музиколог. Али у той световной музици има много диссонансов. И има нечто, что не допадало мою душу. И има чак нечто, что и демуза. Я все время думала, ну а где же красивые три звуча? Куда же его дели? Неужели оно совсем не нужно? В нашей окружающей действительности. Красивый чистый аккорд. А где та чистая роза? Где его склонили? Он не нам потребен в всем нашим сферам. И когда я пришла в храм, показалось, что мы можем там, что он там есть и он там живет. И аккорд чистый, незамудненный. Но всякая, как у нас говорят, популярная эстрада, которая сопровождается постоянно таким битом и ритлом. А в храме оказалось совсем другое звучание. А тая чистый аккорд был в храме. Он не был исправлен. Он был исправлен. Он был исправлен, популярным тоннами, как бы сказал, в свете. Он был исправлен в церкви и остался чистым. Не исправлен. Когда музыкант приходит в церковь, конечно, он сразу попадает на клирос. И у нас тогда не было кому петь, начало 90-х годов. И, конечно, я пошла на клирос. Сначала три года пела в хоре любительском, аматорском. Там были немножко музыканты, но в основном прихожане нашего собора с Петра и Пагана. А когда музыкант уйдет в церкву, он прво оде за певницу. Оде овое потребное певнице. Погато в то время там он не был музыкант. То су, в главном, были любители духовной музыки. Они барохии, аматыри. И им было потребно помощь. Три года я брала в Новословной певнице церкови Петра Маловски. Это большой собор. Тогда он только начал возрождаться. И постепенно понадобилось больше хоров, потому что службы шли каждый день. И были еще приписные церкви, такие филиалы, которые тоже можно было возрождать. И вот кандак Акафиста по крову Божьей Матери, который вы слышали, как раз сочинял специально для такой маленькой церкви, которая возрождалась на окраине Минска. Та храм Петра Павловски был только основан. И нему прежде всего требовал хор, који ће да испрати не само службы, који су које су био и свакога дана, но и друге церквене активности. И прямо в то время я настала и композиция «Контакт по крову Пресвете Богородице». Баш, који је био богатан за малу церкву, Св. Петре Павлово. И постепенно выяснилось, что нужны еще другие хоры, и настоятель собора обратился ко мне и сказал, «Мож быть, вы попробуете». Ну, дирижёров на тот момент не было вокруг, и поэтому он обратился ко мне. Ну, я так дирзновидно сказала, если вы благословите, то я попробую. Доктор Мутко је био потребан хор, и настоятель храна је замолио, пожелео да оснуемо хор, и пошто ние било диригената близу, он је управо мене замолио, да ја будем диригент хора, и я сам рекла, ако ви благосилјате, я сам замол. И это было начало нашего праздничного хора, о котором му уже профессор сказал. Стали собираться вокруг меня друзья, коллеги, учителя, ученики, профессиональни музыканты, закончивши консерваторио. И то је био почетак тог праздничного хора, о ком е већ говорио профессор, о кој мене су почели да се скупляю мој пријателји, ученици, професори, чак и професори со консерваторио. Ну а потом жизнь очень быстро стала разворачиваться, идти вперед, стало много хоров вокруг, и у нас очень много в храмах поют профессионалы, вот в отличие от вас, у нас много профессиональных хоров. Ну, не секрет што они и хорошо оплачувајме, но я не говорим щас прав наш хоров на своје. Тако је почео да се одвија, живот је заправо почео да се одвија веўно брзо, и убрзо су настали и многи други хорови, и то прежде всего профессиональни, који су, ми је тайна, врво лепо оплачени, али ја в мојом тринутку не говорим о својом хор, он је нешто друго. А наш хор както оказался таким уникальным, там и верующие люди, и они профессионали, они в основном, ну, все причищајуся и живу церковной жизнью, но и мы, и так Господь устроил, что мы семья под 21 год, мы уже вместе, и так нам приходит молодёж, много свару, костяка, стеја. И упрво смо добили то, ге је наш хор не само хор профессионалца, него и хор веруюћих људи, који су активни хрићени, који се причећћују, и испоставлялся на ми и смо саму хор вече и одна породица. И я просто веду к тому, что идеал, наверно, хора церковного, когда поѣ профессионально и молитвенно, вот этот баланс должен быть соблюдён. когда есть перекос в какую-то сторону, это уже чувствуется, сразу слышно. Ну, скажем. А дакле у том профессионалному хору важно е за единство и профессионалам, и молитвеннах акус. И церковного хора. Да, да, за церковный хор. Е важно единство профессионализма и молитвенности акусу. Билокаму смеру ода и испанны из тога, то он да више не ето, то се пресрега чуўе. Но что такое молитвенность? Это вопрос очень сложный. Дух должен быть. А как его добиться? Ну... Фальшиво, например. И мне говорят, но зато они очень верующие. Зато они молитвенно поют. А слушать невозможно. Некогда хору видят фальшиво. Али иногда они кажут... Некога каже, па, добро, певаю молитвенно. Па, добро, певаю молитвенно. Па, добро, како это молитвенно? Каме не можеш да слушать. Или, с другой стороны, па, так идеально и концертно в храме и такой сложный репертуар, что тоже слушать невозможно. А когда певаю тако профессионално, тако речи концертно, идеално, а без молитвенности, а то исто не може да се слушать. Ну вот, вы знаете, я когда слушаю, как пойдут в Сербии, и к нам приезжали... Я уже вперед забегаю, у нас есть фестиваль в монастыре, и к нам приезжали сербские хоры из Топола, и приезжала Светлана Велич, в Велич, она тут где-то есть, и приезжала Мария со своими, и приезжала Тинна. И вот там все время чувствуется этот баланс, что поют и чисто, и поют молитвенно. А как молитвенно? А когда слушаем србский хор, например, имам вот этот фестиваль «Државный глас», ко мне кажется, в каждом хоре и в каждом храме, этот баланс соблюдать. Нужно, я уже своим, своим певчим говорила, что есть три единства, три составляющие такие. Надо петь чисто, вместе и молитвенно. Вот это вместе, это взаимно, это очень важный фактор. Сразу создается впечатление, о, поют профессионалы, и в то же время чувство соборности, что как это они так вместе все делают, дышат вместе, снимают вместе. Это очень производительное мнение. У сваком хору, без овзира на что, у сваком хору, треба тежить в том единстве. Я себе с своими певчим, без своими, прошла... Своим смислом. Своим смислом, с овим формами кои сте чули, научила следующее, да может быть чисто, молитвенно и заедно, да се тежи к тому. И, ако хор доиспуняван, ако чак заедно дышат, то е вечливо професионализм. Ну, теперь, что касается... Как меня иногда спрашивают, ну как же все-таки надо в храме петь? Сейчас столько разной музыки. Во-первых, та древняя музыка, распевы, да, византийские. У вас у нас знамена распевы. Такие два корня из которых вырастала икона звукавая нашей древней музыки. А потом, 18-19 век, очень быстро пришел и к нам, и к вам, пришел акорд на Гагалосе. И людям понравилось. И распев, который существовал веками одноголосным и писал, очень быстро сменился акордовой культурой пения в церкви. Али, в 18-19 веку, и код вас, и код нас, все то е заменил акорд, то есть, вишегласие. И он е надвладао тай традиционный надбор, кој е постоял вековим нашим народам. Ну, и это тоже неплохо. Многие сожалеют, вот, ушла старина, а теперь мы поем, как в Западной Европе. Ну, я думаю, что Бог это не пропустил просто так. Да, значит, человек был готов к тому, чтобы применять вот такой образ. И по поводу того, есть различные мнения. Да, видите, дошел је тай акорд. Више не постои то стару певелье у церкви. Али мој мишлене је да Господ просто не би попустил то так так. По своје воли је попустил то. Значу, берусь по спрэмми, да приймло и той дешевец акорд. И, конечно, в этом стиле тоже были достигнуты огромные вершины. Особенно в девятнадцатом веке. И поэтому нельзя ничего вычеркивать из истории, мне кажется. Все, что было, было необходимо на каком-то этапе. Но сейчас у нас, у новых православных, о которых я принадлежу, стал вопрос, а что же нам возрождать из того древнего наследия? И, народу, то је было тако време. И не треба нища сада излачати из те историји. Све има своје место. У том стилу више весном и у девятнадцатом веку и написано много значених дева. И сада сада просто самопоставля, нища от того не треба одузимати. Него, единствено сада поставлю питања, шта ми то у церковной музици треба сада да изнова раду? У нас сейчас в России очень активно возрождается древний стиль, древний распев у нас называется. И в својм основном виде, таком первозданном, как одноголосной мелодии. И как гармонизација, как ви немножко слышали, в тако обработке для большого смешаного хора. У Руси се сада какако у ново време появила утицај да се поново враћали у те старе композиције, или као једноносит из форму, или у обрада, у хармонским обрадама. И вот в нашем монастери как раз и у нас эта традиција во всјех видах својих представлена. У нас семь хоров. И та традиција у наше монастери учили се одједно у свим својим показивани, у свим својим облицима, одједно представлена у наше монастерију Постоји Чаксена хора. Два децки хора, два хора, сестра, милосердја. То су цивили, али они раду наше монастерију обслужују чак триста жителја, која патронотија. Два децки хора, милосердја. Да, милосердја. Милосердја. Вообще наш монастир такой странный, необычный. Милосердја. Продолжение следует...